Доброе утро! С вами утренний канал на Акатуре24. Мы готовим вкусный завтрак и вас хорошего днем. Сегодня к нам на горячий чай заглянул Айронмен, железный человек, Иван Крюк. Вань, доброе утро! Доброе утро! Знаешь, какая есть традиция с особо бодренькими гостями на утреннем канале? Об этом чуть попозже. На самом деле мы раздаем заряжающие пятюни и всю эту энергию тем, кто сейчас открыл глазки. И готовится к утреннему кроссу. На самом деле, насколько полезна история просыпаться и бежать? Полезна для тех, кто готов к этому. А, вот. То есть, если такой сидел-сидел, такой решил, что тебе есть парочка ненужных бочков, Посмотрел эфир. Да, и такой, ой, ну, наверное, кружок вокруг дома с этими девятиэтажечками я дал бы. Да-да-да, кружок десять километров. Не та история? Нет, не та. То есть, это история с пробежками какими-то? Утренними. Утренними. Да, она должна быть, человек должен быть готов к этому. Потому что у меня подружки, я вспоминаю свою студенческую молодость, Она такая, все, с понедельника начну бегать. То есть, это не та история. К этому не призывай. То есть, нужно быть готовым. Надо осознать это. И подготовиться. Потому что бегать, это не так просто, на самом деле. То есть, надо быть готовым по суставу, функционально, и по метаболизму, и так далее. То есть, это не все так просто. То есть, вот так выйти утром, там, до завтрака, после завтрака, это отдельный вопрос. Побежать и пробежать. Нужную нагрузку дать, например, для того, чтобы убрать бачка. Но не работает. Сомнительное развлечение, да? Сомнительное развлечение, и вряд ли оно сработает. Вот. А зарядка какая-нибудь, планочка? Зарядка, да. Ну, у меня правило такое утром сделать пока. Первое, что я стою утром, я выпиваю стакан воды. Вот, давай еще раз, мы каждый день, практически, все наши гости, это прям проверено утренним каналом, да, опять тебе там в дневничок, знаешь, типа, что пьешь воду. Стакан теплой воды? Стакан теплой воды. До еды? До еды. Примерно за 40 минут до еды. То есть, я встаю, и я как раз делаю или зарядка. Ну, у меня зарядка, я живу в доме, зарядка сейчас у меня основная, это налопать. Да, понятно. Очистить двор, погулять с собаками, пробежаться с собаками, очистить двор, значит, ну, и что-то по хозяйству сделать. Помимо этого, я там делаю отжимания. То есть, ну, в течение утра я делаю 50-100 отжиманий. В любой непонятной ситуации отжимайся. Отжимайся. Так, давайте, что у нас? В не более непонятной ситуации отжимайся и смотри бодрые рубрики утреннего канала. Давайте посмотрим первую и начнем готовить. Кстати, о рецепте мы сейчас расскажем буквально через пару минут. Давайте с нами. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Соломонова, и я нумеролог. Я работаю с людьми и числами, и вижу возможные варианты развития событий. Все, что вам потребуется, это узнать ваше главное число. Сложите все числа вашего дня рождения, день, месяц и год. И у вас получится цифра от 1 до 9. Если у вас получилось двузначное число, например, 13, сложите 1 и 3. Сложили? Тогда поехали. Если ваше число 1, день вряд ли принесет серьезные проблемы, но все же оставит довольно неприятные впечатления. Многое идет не по плану, дела отнимают больше времени, чем вы рассчитывали. Что-то приходится откладывать на потом. Если ваше число 2, сегодня, вероятно, удачные эксперименты. Вы увидите, как можно изменить ситуацию к лучшему. Даже для достижения скромных результатов приходится потрудиться. На легкие успехи не стоит рассчитывать. Если ваше число 3 стоит проявить настойчивость, есть шанс достичь того, что вы еще совсем недавно считали почти невозможным. Вы сможете добиться успехов в учебе, в том числе в освоении тех дисциплин, которые прежде казались слишком сложными. Любая информация полезная и не очень запоминается легко. Если ваше число 4, разногласия с коллегами мешают вовремя решить рабочие задачи. Иногда это приводит к финансовым потерям. Вы сможете достичь больших успехов, если будете действовать самостоятельно и не станете ни от кого ждать поддержки. Если ваше число 5, день хорошо подходит для общения. Одинаково хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вероятно, необычные предложения о сотрудничестве. Времени на размышления будет немного, но интуиция обязательно подскажет, стоит ли принимать их. Если ваше число 6, сложный день, многое будет зависеть от вашей способности реально оценить ситуацию. Нелегко расстаться с иллюзиями и признать свои ошибки. Но вы это сможете. Если ваше число 7, трудно найти общий язык с окружающими. Даже люди, с которыми вы прежде могли договориться о чем угодно, сейчас порой понимают вас неправильно, подозревают в чем-то и крайне неохотно идут на уступки. Если ваше число 8, до середины дня лучше не принимать важных решений. Ни с кем не делитесь своими идеями и планами. Позже наступит благоприятное время для разговоров на самые разные темы. Если ваше число 9, могут разочаровать встречи, на которые вы возлагали большие надежды. Люди, которые прежде не раз вас поддерживали, сейчас слишком заняты собственными делами. Ну что ж, мы продолжаем. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Айронмен Иван Крюков. Давайте чуть порегалим, чтобы вы понимали, почему ты можешь давать рекомендации по здоровью, почему ты в этом что-то соображаешь. То есть ты марафонец. Марафонец. Давай, какие есть марафоны, и как долго ты в них принимаешь участие? Прежде всего, я лыжный марафонец. Так. Да. То есть Айронмен, эта история произошла уже позже. Сначала я был в детстве, наверное, в юношестве, лыжником, спортсменом. Там биатлон, лыжи, все такое. Потом у меня был большой перерыв, лет, наверное, 15. Серьезно? Так что я заленился-то. Да, да. Ну я не то, чтобы заленился. Отвлекся. Я занимался туризмом, я катался на велосипеде. А ты был в спорте, но понятно. Не то, чтобы в спорте, больше в физкультуре. Понятно. В физкультуре, в спорте я не участвовал в никаких соревнованиях. А, да, не путаем. Спорт в физкультуру, то есть тоже понятие. То есть при 15 лет точно я не участвовал в никаких соревнованиях. Все, мне наелся в детстве. Наелся в детстве, все больше я ничего не делал. И уже ближе, вот, ну, наверное, года 4 назад я начал участвовать в любительских мероприятиях, спортивных соревнованиях, направленных больше на здоровье. Айронмен, так сказать, направлен на здоровье. Это такие нагрузки. Ну, я это уже... И, мало того, я, чтобы все это дело понять, войти в суть, ну, я отучился на тренера. Ну, у меня был опыт тренерский, но я отдельно отучился. И, в общем-то, развил даже школу, лыжную школу, беговую школу. Сейчас школу триатлона. И, собственно, ну, на своем, на своем теле, на своей шкуре все это испытал. И, в общем-то, сейчас прошел, ну, несколько половинок айрон, айрон, очень много лыжных марафонов, там, рук, наверное, не хватит. То есть и таких ультрамарафонов. Тебе верить можно, когда ты говоришь, что бегать не стоит, если ты к этому не готов. Не готов, да. Пейте стакан теплого еды за 40 минут до еды. Иди кидать снег. Иди кидать снег. Да, понятно, что у нас сегодня в студии компетентный специалист, который может дать какие-то полезные рекомендации того, как, возможно, где-то там бачки согнать, да, после наеденных салатов. Они давно уже были наедены, но приехали, знаешь, намертво куда-то сюда, да. И по каким-то, не знаю, нюансам питания. Кстати, мы сегодня готовим оладушки. Все это съедобно для тебя. То есть мука, яйца, сметану, молочко. Я уже посмотрел, да. Давайте еще раз. Те, кто сегодня вместе с нами проснулся, наверняка вот такие ингредиенты есть в шкафу, часть в холодильник. И нам понадобится 2 яйца, мука, немного сметанки тоже на закусь, молочко, соль, сахар, немного разрыхлителя и ванилина. Начнем все намешивать буквально через пару минут. А пока смотрим еще одну рубрику. Оставайтесь с нами. После этих праздничных выходных нужны еще выходные, чтобы выспаться и привести в порядок кожу после тонны макияжа и съеденных вкусностей и вредностей. По такому случаю освежающий лайфхак. Итак, залог чистой, красивой и гладкой кожи – здоровый сон, питание и уход. Во время сна запускается процесс детоксикации. Клетки восстанавливаются, ткани устраняют все поврежденные молекулы. Так говорят эксперты. В общем, ложитесь до полуночи в 10-11 вечера. Отложите гаджеты, выключите свет, ночник. В общем, все, что помешает здоровому сну. Недосыпание так же вредно, как и пересыпание. Норма сна для взрослого человека – 7-9 часов в сутки. Сладкое, соленое, жирное – это все такое вкусненькое, но такое вредное. Чем меньше мы этого едим, тем чище кожа. Вообще питание – штука сложная, и тут лучше проконсультироваться со специалистом. Но есть простые основные правила. Пейте побольше воды и ешьте меньше вкусностей. Лучшие друзья девушек – это маски для лица. Хорошо-то, как я прям чувствую прилив сил. После некоторых масок нужно умываться, но после этой – нет. Главное – нанести увлажняющий крем. Две-три процедуры в неделю, и ваша кожа скажет вам спасибо. Пользуйтесь, не благодарите. Ты готовишь вообще такое? Я не совсем такое готовлю. А какое? Мой традиционный завтрак – стакан воды. Мы уже поняли, хороший завтрак. Сложные углеводы. Если у меня в течение дня идут нагрузки, я в основном закидываю сложным углеводом. Вот давай, допустим, сегодня у меня день записи. Я весь день просто его на ногах. Что мне нужно съесть с утра, чтобы мне было хорошо? Так, я примерно… Пойду ты оладушки. Это небольшая нагрузка физическая. Весь день простоять на ногах? Это очень маленькая нагрузка. А какая большая? Ну, сегодня у меня примерно 40 километров на лыжах. 40 километров как-то… Да, за два раза. До Косихи? Я тогда уже до Павловска. Не знаю, это у меня практически ежедневная нагрузка. Каждый день по 40 километров? А для чего это тебе нужно, Ваня? Ну, во-первых, я провожу занятия на лыжах. Одно-два занятия я провожу сам. То есть я катаюсь на технику, объясняю людям, участникам нашей школы. Понятно, что как тренер, как учитель. Да, да, как тренер, как учитель. И делаю свою тренировку. То есть в среднем это получается 40 километров, да. А где вы тренируетесь? На нашей базе. Где эта база? Лыжная база «Елочка». Как прийти туда? Как тебе записаться? Сайт «Елочка.ски». 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 А я танцую на лыжах. И все, и можно позвонить или написать, Ваня, хочу к тебе. Ну, позвонить нашему администратору, я могу не ответить, потому что я катаюсь на лыжах. А как у вас там абонементы? Как вам записаться? Как проходят тренировки? Разные есть программы, есть разные. Есть у нас программы, начиная от... Человек первый раз пришел, мы ему дали лыжи. Вот, давай для новичков. Да. Есть программа, самая популярная, кстати, у нас. Называется «Ски-старт». 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 Да. Человек приходит, мы ему подбираем снаряжение. Так. У вас там все есть? Все есть, да. На прокат? На прокат. Отлично. Все есть на самых последних технологиях. То есть все. Мы показываем, вот, вам это надо. И в течение месяца идут занятия, плюс домашняя работа. А как часто нужно к вам будет приезжать по этому «Ски-старту»? Ну, хотя бы раз в неделю. Раз в неделю. А по-хорошему? По-хорошему раза три в неделю. Три раза в неделю сколько идут тренировки у вас? Тренировки полтора-два часа. Нормально. То есть это все же в воздухе, в экипировке. И, вот, допустим, на месяц сколько стоит абонемент? Как вы просчитываете, допустим? Вот программа «Ски-старт» на месяц стоит 2000 рублей. Всего лишь? Да. Да. А прокат оборудования? Ну, дополнительный итог для наших участников по льготной цене. Где находится эта елочка? Елочка, улица Лосихинская, 67А, дробь 479. Просто 2000 это вообще не о чем-то. И это очень популярная программа, мы больше, наверное, 150 человек поставили на лыжах, они поехали на 100 классических. Они поехали. И поехали, и скупили все снаряжение в магазинах города Барнаула. Кто-то спортмастер на Красноармейском закрылся, знаешь, все пустой. Потому что, знаешь, после его. Спортмастер не продает такое снаряжение. Спортмастера нет. И другие магазины, которые более высокого уровня. То есть, ну правда, больше 150 человек мы поставили на лыжах за прошлый сезон. Поставили, научили коньковым ходом кататься. И коньковым? Да. Вот это прям так. Ну, кого позволяет все из подготовка. Все мы запомнили. Все, значит, призываем, например, сайт skistart.ru. Я просто очень... Сайт елочка.ски. Да. Ну, елочка.ски, да. Программа Ski Start для новичков. Я просто очень люблю лыжи. И поэтому я вот так и призываю. Потому что вот это классная штука. Коньком я так по себе умею кататься. А вот классическим, по Динамо, на елочке. Мечта. Так, вот это тут мы продолжаем замешивать. У нас дальше тут еще кое-что нужно посмотреть. Ну, над ним глазком. И дальше продолжим общаться. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Женя Кондрашова. Я профессиональный психолог. Ежедневно ко мне обращается большое количество людей с разными вопросами и проблемами. Поэтому для вас мы решили создать циклы передач с полезными рекомендациями. В прошлый раз мы обсудили, что же такое подростковый возраст. Сегодня мы поговорим о том, как наладить общий язык с подростками. Что же им важно? На первый план выходит общение или переживание о его отсутствии. Кроме того, важно не только общение в живом режиме, но и общение в социальных сетях. Многие подростки переживают о своем статусе, положении в классе, своей репутации, о том, как они выглядят, соответствуют ли определенным стандартам. Кроме того, есть те, кто совсем не хотят быть похожими на других. Это тоже очень важный период становления их личности. Особое значение имеет защита границ и сохранение личного пространства. Комната, смартфон, компания друзей, стиль в одежде. Только подросток хочет сам решать и выбирать. Но, хотя они этого не показывают, им крайне важно не расстраивать родителей и не чувствовать себя виноватыми. Внимательно отслеживайте, что вы хотите получить от ребенка и что вы в итоге озвучиваете. Полного послушания или какой-то конкретной помощи. Безоговорочного подчинения или элементарного уважения. Еще один важный момент. Чем острее вы входите в конфликт, тем жестче вы получите отпор. Старайтесь в силу своего опыта, мудрости и любви к ребенку не вступать в борьбу. Помните, подросток нацелен на саморазвитие и поиск себя. Поэтому попробуйте стать для него примером. Ставьте цели, мечтайте, вдохновляйте, делитесь опытом и какими-то неудачами. Социальные ожидания убираем на задний план. На центральном фоне должно быть качество взаимоотношений с ребенком. Если вдруг у вас что-то не получилось, то на помощь всегда могут прийти книги, кино, видеолекции о подростковом возрасте. Кроме того, всегда можно обратиться за помощью к специалисту. Какие бы изменения не происходили с вашим ребенком в подростковом периоде, вы вместе были рядом во многие сложные периоды. И этот возраст вы тоже успешно пройдете. Достаточно просто любить и слушать друг друга. На сегодня у меня все. С вами была я, психолог Женя Кондрашова. Пока! Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем замешивать наше супер-тесто, супер-эрон-мен. А почему эрон-мен? То есть вы сами вот спрашивали у своих, типа, а что эрон-мен-то? Почему такое название-то? История-то известна. Это американцы собрались и выяснить решили, кто сильнее велосипедист. Велосипедист, марафонец-бегун или этот пловец. Это как русские, немецы и украинец, да? Да, да, да. Собрались и кто сильнее? Кто сильнее? Они все вроде как бы сильные. И давайте решим, сделаем такое соревнование, где мы всех объединим и посмотрим, кто из нас сильнее. А давно это было? Это в начале 70-х. Да, в начале 70-х. А как к нам давно это пришло? К нам до сих пор в Россию не пришло, честно. У нас в этом году, летом, первый раз бренд айрон-мен, первый раз проводит соревнования в этом году в Санкт-Петербурге на половинку дистанции. А, да, это все европейская история, потому что... То есть до сих пор не дошло. В Казахстане, казахи впереди нас здесь, в Казахстане уже дважды проводилась половинка и следующим летом будет проходиться полная дистанция. Ну, слушай, в Барнауле как минимум троих, я знаю, кто участвует в марафонах. Женя Лузин и Стас Яковенко, и ты. Женя Лузин, Стас Яковенко и я. История. Три года назад, я же помимо тренерства, я же занимаюсь турфирмой. Да? Конечно. Так, подожди, а реклама турфирмы? Реклама турфирмы. Что это за турфирма? Турфирма, мы занимаемся... Куда вы катаете, кого? Велосипедными турами. По России. По России, по всему миру. Так. Так, да. И однажды мы сидим у нас на Алтае, в высоких горах, у горной реки. Высоко, высоко, да. Высоко, и Женька Лузин. Ребята, ну что же такое, мы же такие сильные. Было это четыре года назад. Или пять? Четыре, четыре. Мы же такие сильные, мы же такие крутые ребята. А давайте выполним Айронмена. Знаешь, Женя, он такой как бы... Да, 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 да. Точно. Давайте. Хорошо, мы приехали с гор. Я взял тренера, начал плавать. Купил участие в Сочинском триатлоне. В следующем еще где-то. В общем, сделал план на Айронмен. Выполнил его. И когда я выполнил, Жека, ты... Я говорю, так мы же сами вместе собирались-то. Все, и Стас, и Женька начали тут же тренироваться. Ну, этот, который Стас, я подписан уже на него. Он дома на велике педали крутит в зале у себя. Он у нас бегал целый год в лыжной школе. А ты дома-то крутишь педали велосипеда? Я катаюсь на лыжах. А, ты на лыжах. А тут я смотрю, зарядил там дети вокруг него. Я вижу все, да. Круги нарезаю, а тонны, а там велики. Я так думаю, что... Молодец. Вот мужики дают, а. Вот заняться вам нечем. Я на лыжах. Станов не кручу. На самом деле, молодцы. Тем более, что это же не где-то вы там на диванах бока продавливаете. Ну, правильно. Конечно, в лесах. В лесах? В лесах. Ну, что-то куда-то едете, стремитесь, и это очень классно. Конечно, да. Давай вот теперь определимся с тем, что мы здесь нам мешали. Самое бы вспомнить. Здесь у нас молочко, яйцо, сахар, соль, ванилин и немного соды. Да. Вот это, вот так. Сейчас сода у нас немножечко реакции возьмется. А ты пока мне ответишь. Следишь ты за тем, что происходит у нас вот в крае, в стране. Вот все, ты в лесах, в лыжах. Все слежу, все знаю. Вот ты знаешь, что теперь материнские капиталы за первого ребенка дают? Дети у тебя есть? Да. Сколько? Один. От второго? От третьего? Там где куча гасит? Говорят. Обязательно. Ладно, верю. Да. Давайте посмотрим, что интересного произошло в крае за последние 24 часа. Вернемся, продолжим готовить наши оладушки. Замешивать, точнее, наше тесто. Оставайтесь с нами. И вновь доброго утра. С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак. Вас к хорошему дню. Напоминаю, у нас сегодня в гостях айронмен Иван Крюков. Готовим и сегодня оладушки. Готово. О регальных и вообще, давай еще раз. То есть, какие у тебя есть победы в этих вот невероятных марафонах? В марафонах, ну, прежде всего, это любительские марафоны. И если бы у меня какие-то победы были, то ко мне бы подбежали спонсоры. Они очень массовые. Например, я вот в прошлом году участвовал в нескольких лыжных марафонах. Например, культовый лыжный марафон. С детства хотел поучаствовать в нем. Марчелонго. Называется Марчелонго. Из Вальдифьеми, Вальдифаса, в Италии. То есть, например, Александр Легков, олимпийский чемпион Сочи. На дистанции 50 километров, на марафонской дистанции. В этом марафоне был 26-м. И он очень радовался этому факту. А кто был первым? Специальные гонщики, коммерческие команды. Которые на это специально тренируются? Да. И работают команды, как в велоспорте. Ничего себе! Так это отдельный бизнес какой-то? Это бизнес, это серии марафонские есть. Чема себе марафонская такая? Это вертолеты, это СМИ, это командная работа. То есть, это не касается Кубка мира, например, по лыжам. Я поняла. Это третья история вообще. Это третья история, где целые программы, целые команды под огромным спонсорством. То есть, похоже на велоспорт. То есть, если велоспорт такой, типа, спортивный, вот, чемпионат края города России, а есть Тур-де-Франс. Знакомая, для меня уже термины, да, Тур-де-Франс, я понимаю, что это... То есть, в Тур-де-Франс могут участвовать и гораздо сильнее те гонщики, которые не участвуют там в Олимпийских играх, например. То есть... Цифра, это Олимпийский чемпион наш, 26-е место, и был рад. С ума сойти. А вот мой однофамилец Никита Крюков, я с ним перед гонкой разговаривал, он в Инстаграме сделал конкурс, кто угадает мое место на Олимпийский чемпион в Классике, тоже, в Ванкувер Олимпийский чемпион. По лыжам? По лыжам, по лыжам, конечно. Кто угадает мое место? Я говорю, Никит, я ставлю на 55-е. Он говорит, что-то ты меня сильно веришь. Веришь? Да, да. И он занял 59-е и тоже был несказанно рад. С ума сойти. Да. То есть мы тут, знаешь, такие обычно, ой, ну там попасть бы в пятерочку или в десяточку, а тут такие разницы. 12 тысяч человек. То есть тут рассказ не о том, вот в этих марафонских айронменах, не рассказ не о том, чтобы выиграть, да, а чтобы участвовать. Это физкультура и больше событийный туризм или спортивный туризм. То есть до нас это еще пока тяжело доходит. Как восприятие факта того, что ты в этом принимаешь просто участие. То, что ты принимаешь участие, платишь за это немало деньги, чтобы участвовать. Айронмен стоит участие в среднем. Айронмен 500 евро. Я это этим всем горю. Я хочу, чтобы так же было на Алтае у нас. А в 20-м году где что? Сейчас мы позавчера договорились за укурорт Белокуриха. Вчера в Министерстве спорта, в том числе я, организатор, есть программа, спортивная программа, спартакеада, предпринимателей и активных людей. И в рамках этой спартакеады мы сделаем в Белокурихе... Когда? 16 февраля уже будет. 16 февраля Белокуриха. 16 февраля Белокуриха. Белокуриха-2. Идеальные трассы. Одни из лучших в России трассы беголыжных для беговых лыж. Очень отлично. Да, мы делаем, в том числе я в организаторах. То есть я там как спортивный директор. А какой ты день делишь с нас? Это воскресенье. В общем, я всех зову, всех зову, приезжайте. 15-16 февраля спартакеада, предприниматели. Сайт на спорте official.ru. Там можно регистрироваться, приезжать, отдыхать в Белокурихе. И это отдых, это спортивный туризм. Как раз то, что вот я говорю. То есть первый день, в субботу, будет любительские соревнования по биатлону. Будут любительские соревнования по горным лыжам. Будет даже скоростной тубинг. О, да? Да, да, да. Ну, это для нас. Будет футбол и волейбол. Пляжный футбол и волейбол на снегу. Ну, у нас же все-таки Алтай и снег. А туда попасть что нужно сделать? Зайти, зарегистрироваться, а денежку платить надо? Ну, да, там стартовый взнос. Сколько? Ну, за все, про все, по-моему, 2,5 тысячи. Да. То есть за участие во всей линейке. Во всей линейке. То есть мероприятия там много, соответственно, там, льготы на проживание и так далее. Еще я, ты меня убедил. Ты меня 16 февраля. Как еще раз это называется? 15-16 февраля это Спартакеада. Спартакеада предприниматель. Все, мы поняли. Знаем, по крайней мере, чем себя занять. На эти выходные. На эти, да, ближайшие. 15-е это... Нет, 14-й день влюбленных. Обязательно. 15-е, 16-е. Приехали, разместились. 15-е биатлон, горные лыжи, тубинг, футбол, волейбол. 16-е лыжный марафон. Все, запомнили, поняли, приняли. Никакого алкоголя, соответственно. Только спортивные мероприятия. Здоровое питание. И? И тубинг. И тубинг, да. Тубинг, ту-тубинг. Давайте вообще что-нибудь посмотрим. И чуть позже еще раз повторим. Пароли и явки для того, чтобы попасть на такое крутое мероприятие. Оставайтесь с нами. Всем привет, с вами Афиша и я, Екатерина Варкентин. Сегодня телеканал Катунь-24 познакомит вас с самыми главными кинопремьерами этой недели. Год только начинается, а эту картину уже называют чуть ли не главным фильмом года. Британская лента о Первой мировой войне 1917 на экранах с 30 января. У тебя брат во втором батальоне. Да, сэр. Что с ним? Он жив. Надеюсь, так будет и дальше, но нужна твоя помощь. Завтра второй батальон неминуемо попадет в засаду. Твоя задача доставить им приказ об отмене наступления до начала атаки. Если ты не справишься, мы потеряем 1600 солдат. Включая твоего брата. Впечатляющая история про солдат, бегущих через поле, рассказана в реальном времени. То есть, как в Бёрдмане, одним дублем. Режиссер картины Сэм Мендес знаком зрителям по красоте по-американски и двум частям Бондианы. Координаты Скайфелл и Спектр. К своей новой работе он готовился несколько лет, а снимал ее 12 месяцев. До начала работы на площадке Мендес вместе с оператором Джорджем Диккенсом, который, кстати, получил Оскар за ленту «Бегущий по лезвию» 2049, тщательно, детально проработали процесс съемок. Им нужно было полностью синхронизировать движение камеры, актеров и появление спецэффектов, на что им потребовалось 9 месяцев. В процессе съемок камера поворачивалась на 360 градусов, поэтому снимали только в облачную погоду. По сюжету двое солдат оказались на передовой. Они должны пройти по вражеской территории и передать важное послание, которое может спасти жизни больше полутора тысяч солдат. Главные роли сыграли Джордж Маккей, знакомый зритель по ленте «Капитан Фантастик», и Дин Чарльз Чепмен, взрослый Томмин Бартион из «Игры престолов». Компанию им составили Марк Стронг, Ричард Мэдден, Эндрю Скотт, Колин Фёрд и Бенедикт Камбербетч. Некоторые издания уже вносят картину в список номинантов на премию «Оскар» 2020 года. Создатели попытались передать каждый шаг и каждый вздох героев, а мы сможем увидеть эту историю 30 января. Подарок для любителей фантастики. Зрелищный фильм, полный спецэффектов и комбинированных съемок. Лента Кома на экранах с 30 января. Я умер в состоянии глубокой комы. Человеку доступен целый мир. Этот мир создан из воспоминаний. Создатели киноленты Никита Аргунов и Сарик Андреасян. Авторы нашумевшего блокбастера «Защитники». Бюджет картины больше 350 миллионов рублей, а это около 5,5 миллионов долларов. По сюжету главный герой впадает в кому и оказывается в неожиданном месте. Перед его глазами причудливый и странный мир, существующий вне времени и пространства, но со своими особенными законами. Этот мир населяют люди, которые тоже оказались в коме. Актерский состав возглавляет красавчик Риналь Мухаммеда, знакомый зрителям по лентам «Вторжение» и «Эбигейл». Компанию ему составили Любовь Аксенова, знакомая с зрителем по лентам «За гранью реальности» и «Ночные стражи», и красавчик Мила Жбикович, знакомый зрителям по недавней ленте «Холоп» и «Лед». Удастся ли героям найти выход из этого странного мира? Лента Кома на экранах с 30 января. У женщин есть амбиции, сила и талант, а не просто красота. Утверждают герои ленты «Маленькие женщины». Мелодрама стартует на экранах с 30 января. Это экранизация одной из самых популярных книг в истории американской литературы «Луизы Мэйл Котт», которая знакома зрителям по ленте «Леди Бёрд». За нее она получила пять номинаций на «Оскар». Начиная с 1933 года роман экранизировали семь раз, причем в Японии из «Маленьких женщин» сделали даже аниме-сериал. Пожалуй, самая известная экранизация 1993 года. Главные роли в ней тогда сыграли Сьюзен Саренден, Кирстен Данст и Вайнона Райдер. Джо, может потанцуем? Не могу. Я прожгла свое платье, и Мэг велела мне не двигаться, чтобы никто не заметил. Тогда у меня есть отличная идея. Главные героини — четыре совершенно непохожие друг на друга сестры. Их взросление проходит на фоне жутких событий гражданской войны в США. Они сталкиваются с первой влюбленностью, тяжестью разлуки и поисков себя в этом мире. Им приходится разочаровываться и преодолевать препятствия. И все в поисках счастья. Главные роли сыграли Сирша Ронан, знакомая зрителям по ленте «Искупление» и «Леди Бёрд», Эмма Уотсон, знакомая зрителям по ленте «Красавица и чудовище», Лора Дёрн, знакомая нам по ленте «Виноватые звезды», Элайза Скаллин, которую мы помним по фильму «Острые предметы», а также несравненная Мэрил Стрип. Ее звездная роль в «Дьяволе носит Прада». Светлая, теплая, нежная история, словно микстура от депрессии, хандры и меланхолии. «Маленькие женщины» на экранах с 30 января. Некоторых людей просто невозможно изменить. Маленькие женщины. Так за кого она вышла? Ну вот мы и узнали о самых главных кинопремьерах этой недели. До новых встреч, увидимся в кино. Тесто готово? Тесто готово. Держите ложечку. Нет, 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 еще не все. Давай-ка мы немножечко маслица капнем. Добавим немножко, конечно, чтобы... Ну-ка, не забрызжет еще наша сковородочка. Все, окей. Есть. Ну смотри, понятно, что эта история лыжная. Накладывай все туда, я буду пока коверзный вопрос задавать. Понятно, что ты тренируешь с лыжами и прочим. А в соревнованиях-то принимаешь участие? Вот просто по, не знаю, бятлоната или беговые какие-то там дистанции. Здесь у нас местные, да, алтайские. Иногда начал принимать участие. Что за что? Иногда начал принимать? С этого сезона, да. Так, с и что там? До этого не участвовал. Какие там результаты? Участвовал две недели назад в чемпионате по лыжным гонкам. В чемпионате края по лыжным гонкам. Здесь, в Алтайском крае? Да, да. Алтайского края, так? Да, да, Алтайского края. Ничего там не занял хорошего. Ребята сильные. Так. А на прошлой неделе участвовал в чемпионате края по биатлону. Так, у тебя были лыжные гонки, а это биатлон? Да, да. Так, в биатлоне что? Нечаянно занял третье место. Как так случилось? Третье, то есть официально третье место? Официально третье место, да, медаль, грамота, печать спорткомитета, третье место на чемпионате края по биатлону. Ты просто бежал-бежал, стрелял, стрелял. Я бежал-бежал, стрелял, стрелял. Я до этого за весь сезон пострелял один раз. Так. Но, как говорится, мастерство не пропьешь и не проешь. Да, и не проешь. Но мы напоминаем, давай еще раз, это хорошая туса, которая будет в феврале. То есть 15-16-го. 15-16-го. Еще раз, официальное название этой всей истории какое? Это Спартакиада предпринимателей, так называется. Но участие принять могут все? Ну, во всяком случае, в марафоне точно. То есть, допустим, семья там соберется на выходные? Конечно, приехали. Ну, предприниматели. Например, ну, у нас ООО. И я являюсь учредителем. Ну, я же являюсь предпринимателем. А если же я вкладываю куда-то деньги, какие-то облигации, я же являюсь предпринимателем. Да. Ну, вот. То есть, в общем, все. Ну, как-то да. В марафоне, я как спортивный директор марафона говорю, что в марафоне у нас нет никаких ограничений. Приходите все, все. Будем рады. Будем рады каждому участнику. Каждый участник. Мы сегодня заказали, заказали, ну, заказали красивейшие медали. Там еще медальки будут? Каждому финишеру, потому что это будет горный ультрамарафон. Это непростое мероприятие. Извините, будет набор высоты на основной дистанции 2000 метров. И вот финишер? Да. Что получит финишер? Он получит память на всю жизнь в виде вот такой огромной красивой медали эксклюзивной. Он получит майку. У нас будет фото, видео. То есть, а звезды какие приедут к тебе? Ну, я зову блогеров, лыжных блогеров. Так, а кто это? Это по России, да? Ты еще с кем-то общаешься? Да, конечно, да, я общаюсь. То есть, те, кто еще об этом напишет, об этом покажет, как у нас на Алтае хорошо. Поснимают и скажут, сколько навалило снега в конце концов за эту зиму. И что здесь... Конечно. То есть, я надеюсь, что приедут и спортсмены серьезные, но история немножко не об этом, не о спортивном результате, а о эмоциях, о эмоциях, которые дарит спорт. То есть, я не сторонник участия всех в Олимпиаде, хотя вы знаете, что на Олимпиаде в Париже, в 2024 году, по-моему, в Париже, в 26-м, напомните? Ну, судя по всему, я не подскажу, но, допустим, я буду соглашаться сейчас с СССР. Олимпиаде в Париже на дистанции марафон, беговой марафон, 42 километра, могут принять участие все желающие. Со всего мира? Со всего мира, да. То есть, помимо Олимпиады, помимо разыгрывания олимпийской медали, мы можем зарегистрироваться там. И со всеми? И со всеми стартануть. Да, конечно, будет там тысяч 10 человек участников по Парижу, тоже будет прекрасно. И мы можем побороться за олимпийскую медаль. Это сделано впервые, и я намерен там участвовать. Первая партия оладушек пожарена, жарится вторая, смотрим еще на небольшую рубрику. Возвращаемся, продолжаем готовиться. Ваша кошечка стерилизована, но она все равно просит любви. Что это такое? Итак, если после стерилизации прошло больше месяца, а у кошки продолжается охота, значит у нее синдром реминантного яичника. Ткань яичника склонна к самовосстановлению, поэтому даже если небольшое количество ткани при операции осталось, яичник мог снова сформироваться. Не спешите поить своего питомца каплями. Такую кошку нужно обследовать и при подтверждении диагноза оперировать повторно. А я с вами прощаюсь с любовью к мокрым носикам и пушистым хвостикам. Едем дальше. Забрасывает следующую партию оладушек. Ну, мы поговорили обо всем. О воде поговорили, о спорте поговорили, о питании не говорили. Вот у нас сегодня здесь там что? Мука, яйца, сахар, соль. Вот что из этого всего нам вот можно или нельзя или как? Это все можно. Ну, сейчас модно безглютеновая диета. Мне кажется, это дрянь. Мне тоже. Ну, как вот? Я не понимаю, в чем смысл. Ну, честно, я начал разбираться. Мало того, наш инструктор, гид и мой друг Саша, он уже более чем полгода придерживается безглютеновой диеты. Мало того, ему на Новый год Дед Мороз подарил участие в Айронмене. Подарил участие в Айронмене. Да, подарил участие в Айронмене. И он продолжает готовиться к Айронмену. И он полностью без сахара живет и полностью без глютена. И прекрасно себя чувствует. И очень здоровенький мальчик. Так и все-таки. И все-таки. Но я стараюсь в своем рационе исключить сахар после обеда. После обеда, да. После обеда, да. 13.00? 16.00. А, ну, ты нормально. После 16.00. Учитывайте, учитывайте мое меню, да. И нагрузки твои. В день минимум я съедаю на 3000 килокалорий. То есть, чем мне нравится вся эта марафонская тема, то, что я могу без ограничений съесть вообще сколько угодно, практически что угодно. Так, ну, это про тебя. А для всех, для нас, для простых смертных, не марафонская. То же самое я рекомендую. После 16.00. Углеводную загрузку делать утром. Так. Перед всеми основными нагрузками. В зависимости от вашего текущего рациона, дел и так далее. Обед. Если вы, ну, никакой физической нагрузки не делаете. Обед – это клетчатка, это белки несложные. То есть, легко, легко, легко перекусили. И ужин, ну, переходим на белки. Но ужин поздний не надо делать. Вот последнее вот время, вот во сколько желательно поесться с ним, не отталкиваясь от сна, грубо говоря? Про меня или вообще? Ну, вообще. Вообще до восьми. До восьми? До восьми, да. То есть, в семь вечера поужинал такой счастливый, довольный? И никаких, никаких вот этих вот ночных перекусов, конфеток, конфеток перед ютубчиком, вот этого нет. Вот это, это прям сильно меняет. Помогай мне, Ваня, тут лепуха. Это сильно, сильно меняет обмен веществ, которые вы, может быть, блюдете, тренируете и так далее. Как только у вас попадает сахар в кровь и не расходуется, это сразу беда. Так, в общем, я запомнила одну главную ключевую мысль. В общем, после 16.00 конфеты не трескаем, и после восьми только водичка. Ну, можно чайок травяной. Ну и травяночек, успокаивающий. Успокаивающий. И мой еще совет, после десяти никаких гаджетов, никаких компьютеров, все, выключаем. И занимаемся такими своими делами, может быть, домашними, и лучше всего в одиннадцать спать. К сожалению, у меня не всегда так получается. У меня получается иногда. Потому что ритм жизни у нас такой весь смещен к вечеру. И даже мои тренировки, они у меня тренировки бывают в семье. У нас еще один небольшой перерыв. Еще одна партия оладушков у нас будет готова. А, кстати, отравленных чаях мы сейчас тебя, Иван, чаем угостим. Оставайтесь с нами. За мило. Эта зима, ну, очень уж снежная. И пока жители Москвы бегают по лужам и мечтают о сугробах, в Алтайском крае их хоть отбавляй. И, конечно, это самая волнующая тема среди пользователей соцсетей. Об этом и других интересных новостях далее. Что? Ужасно большой сугроб на мило? Вообще ничего не видно, да? Да тоже вот что-то прямо лазу. Ой, ой, ледяная окурка. Снежный апокалипсис в Барнауле. Фотоподборка заснеженными пейзажами и домами барнаульцев в наших группах в социальных сетях взбудоражила пользователей. Только в Одноклассниках ее посмотрели больше 38 тысяч человек. Предлагаем и вам посмотреть эти кадры. Визитная карточка нашего аккаунта в Инстаграме – это смешные доброе утро посты с животными. Так, самым популярным на этой неделе стал ролик с собачкой. Смотрим! Материал о барнаульском портном в Инстаграме набрал больше 48 тысяч просмотров, а во Вконтакте – больше 74 тысяч. 69-летний Валерий Конников владеет уникальным методом беспримерной кройки. За костюмами в Барнаул к нему приезжают клиенты со всей России. Секретами мастерства мастер поделился со съемочной группой телеканала «Катунь-24». А еще она крестиком вышивает. Всем смотреть до конца. Какие талантливые собаки ходят по улицам Барнаула. Это видео снял наш подписчик на улице Никитина. Красавчик, красавчик. Ну да, еще разок. Молодец, молодец. Не забывайте, что на наших страницах в социальных сетях есть позитивные новости. Подписывайтесь на них и не забывайте ставить лайк. Целую. Пока-пока. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Айронмен Иван Крюков. Сегодня он делится с нами полезными советами того, как можно и нужно просыпаться, проводить свой день и его финале. Ложимся спать в 11, а просыпаться в... Просыпаться, как получится. Нет, на самом деле... На самом деле, лучше всего, лучше всего жить максимально с солнцем. Солнце село, куры спать? Да. Понятно. Солнце стало, обязательно проснуться. Никогда не спать, когда... Ну, это летом, конечно, не получится, зимой. Зимой никогда... А вот эта история, когда у тебя случились выходные, там, суббота, воскресенье, и ты спишь до победного, то есть... Не получается. Нет, лучше сделать равномерный режим каждый день. А покемарить днем можно? Да, я... Тут вопросов нет. Чуть-чуть, вот минут 30. Минут 30 в идеале вообще. Ты Иван-чай тоже попробуй. Я тут всем рекомендую. Мало того, у нас была туристка из США, она работала в Google. Разрешалась, она специально комната для сна была. Дневного. Прелесть. Давай, пробуй Иван-чай. И думай о том, что ты всем нам сейчас, тем, кто с тобой сегодня начинал это утро... Переворачиваем. Давай будем переворачивать и думать, что всем нам ты сейчас хорошего, бодрого, на день грядущий нажелаешь. Желаю жить активно, питаться правильно, бегать марафоны, да и просто бегать. Но быть готовым. Но не от жены. Да. На сегодня все. Всем желаю вам отличного дня, приятного аппетита, пока. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.